так зрителям здравствуйте еще раз следующий матч буай партинг возвращение партинга и прямо сейчас на ваших глазах он будет надирать жопу нашему украинскому игроку в общем-то единственному единственному украинскому игроку и одному из там 2 3 хотя даже не знаю кто третий кроме стрэнджа еще ездит на турниры всегда путешествовал больше всех всегда чаще других приглашали не живет он в европе не зайду стрим не играет зерк не играет я почти каждый день играю в аддера то со зрителями то еще как-то редко ты заходишь и погнали за кого болеете огонь забывая какой-нибудь малик тоса за продлесса даже не знаю поставил ставку на партинга опа хитрая хата двое и партингу стоит играть наверно посерьезнее в этом матче все-таки оппонент тоже на уровне хотя и буай меня смущает стоп гейт фаржа а you kidding me какой гейт фаржа партинг окстись пожалуйста какая фаржа для чего он только сейчас приехал на разведку и увидел что у противника делается только сейчас пул он увидел что хаты нет рядом и с первого раза партинг угадывает где хата буая нет стоп он не доехал а зачем он поехал наверх он же не проверил он ждет перевод дронов какой-то наверное или вывод еще одного дрона я не понял партинг ты меня ты меня волнуешь фатонка в рау стоп он поставил фатонку на входе то есть он все-таки знает с кем он играет видимо ему кто-то рассказал что буай чизер и фотонка в дефенсе полностью спасает его от любых проблем но хат он все-таки нашел точнее буай ее сам спалил но в любом случае партинг катался где-то в этой области он понимает что где-то же хата все-таки стояла он проверил прокси вокруг своей нычки где-то вот здесь вот и увидел собак который к нему бегут но у него стенка уже готова ему волноваться не о чем убавайте временем скорость собакам на середине но будет ли он дропать возможно да так как он газ добывает увидев фатонку он точно передумает делать бейлингов даже если вдруг он хотел это сделать и только две собаки ворвались адепт уже почти готов так что пробки минералов 10 не добудут партинг увидел что собаки стоят просто так и решил добыть минеральчик хитрец старгейт на мэне главное просто не дать собаке добежать до туда а у них кстати было время туда сбегать вполне одна собака точно добежала бы если бы он хотел да это было три везет терам оракал эволюшн убавая 150 газа он их пока не тратит вопрос куда и 3 хат от зерга очень клёво двигать крип с этой нычки он очень хорошо двигается считай ты начинаешь двигать крип с центра карты это халява орка молодец не потерял рабов спасибо за партинга пожалуйста да я вот как увидел вчера что они играют вчера кто-то ссылку кинул на турнир может быть за овер араку по-моему его не заметил видимо да и восемь собак побежали к этому оверу для этого скорости не нужна не та карта на которой стоит делать дроп овером точнее скорость овером зачем можно тупо передропнуть собак естественно с помощью адепта квина спокойно отдалась второй здесь не оказалось спорок нету буйне добавляет спорки он заказывает две квины и спорку ну и зачем три спорки вот это защита грелка в заказе ухты не часто мы видим их позы вопроса пока нет варгейтов кора довольно поздняя вопрос в каком нексусе она заказана в этом или в другом в этом да и фатон верчарж нет какая выдержка тут фотонка придется пару пробок наверно все таки потерять и не кидает просто фотон верчарж однако рабов мискликает ой 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 вернул партинг рабов на минералы вернул еще минус квине но слава богу хотя бы он только две потерял а то если бы сейчас оракуи они опуху любили это было больно интересная микро оба ошибаются один теряет две квины другой теряет оракуа это все нормально третья база от протаса убывает 47 рабов на 42 у него до сих пор нету каких-то апгрейдов быстрых которых он играл против того терна нету лейра нет технологий роучварен только сейчас в заказе по сути вообще ничего нет кроме дронов и квин причем квину блай довольно много он еще три заказал минус еще овер уорд овера стоят почти в тех местах где раньше были заунаги когда-то они здесь были и один с роучей да это пуш с квинами ничего другого просто так и не заказывают москвенные рачи законтрить грелок хотя бы я не знала ее существование что она будет заказана просто мог ее отменить а мог бы вообще не делать просто кстати повезло что он выбрал какой-то блинг с мозги и даме вопрос только в том сколько он успеет сталкеров наварпить к моменту прихода этих всех роучей так как расстояние короткое смотрите как убая грамотно протянут крип именно в ту сторону откуда он идет ведет свою атаку именно с той стороны такая целая дорожка только одного криптура не хватает между первой и второй базы который убил тогда партинг оракулом центре сталкер уже начинает появляться грейд на атаку в заказе партингу сейчас придется очень непросто противника уже два раза больше блай начинает весьма серьезную эту игру такое количество реваджеров вины моща крип продвинут дополнительно это еще и равагерам поможет у них то грейд на скорость не такой как у обычных рачей но у процесс четыре сталкера всего лишь четыре сталкера дарковня в заказе к сожалению позднее для толсот если сейчас появились дарки может быть было бы что-то интересное дома у буа я так понимаю квин нету 1000 минералов и 200 газа равагеры должны сначала убить максимальное количество пилонов а филдами протас пытается отсекать квин но у него не получается это как только он к ним подходит он сразу ловит равагеров стадис очень далеко поставлен вот здесь стадис пригодился очень сильно толсу еще до варп сталкеров плюс иммортал минус пара фотонок фотоновер чаржи не помогают очень очень серьезная атака от зерга в какой-то веке я вижу от буая хорошо спланированную агрессию причем не как все зерги делают через центр карты да типа по короткому пути а начав через прокси хату потихонечку лимит сравнивается еле-еле дарковня почти готова протас у тебя же блинк есть дружище блинкуйся квины все развалились а вот равагеры свою обилку практически не применили лимита у зерга больше но на экране процессов три раза больше агрессивный блинк вперед от протаса бай попадает обилкой в двух сталкеров равагерами но все-таки протас отбился демон просто жесть было 30 лимита на 70 протас долгое время копил лимит но все-таки выровнял его жесть 64 лимита на 48 вот вам и блинк партинга обалдеть один только вопрос как 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 конечно блин мог быть чуть чуть по агрессивнее себя провести он конечно немало времени тратил на убийство пилонов фотонок и так далее это дало времени определенно процессу немало и фотонов верчаржи сдерживали равагеров но если бы он не кидал это не кидал бы только обилкой равагеров а использовал бы весь свой лимит и просто фокусил бы эти пилоны ну не очень сложно четыре пилона фокуснуть согласитесь а тут дарки пошли аверсир очень поздний дарки очень неплохо нарезают сталкеров вот бы еще сталкеры сейчас блинканулись и фокуснули аверсиры было бы красиво но нет дарки все-таки отдались и партинг довольно неплохо подрассыпался до заказа зерга с большим количеством рачей байт нападал вообще на очень раннем этапе без грейдов роучи роучи соскучился уже по этому блинку иммортал точно рачей заставляет развернуться им здесь без вариантов нужно ждать до заказа собак который буай делал где собаки-то собаки собаки вы где ол где собаки бай 15 роучи еще в заказе газа у него нету равагеров не заморфить мало газилок он пытается с дронами отбиться грейд на атаку и даже на скорость торчам здесь не поможет протаса просто много призма прямо на центре на поле боя прямо посередине находится она еще и передропывать юнитов успевает бешеный протас призма 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 17 хп у нее осталось 41 лимит у зерга но он потерял всех дронов и протас уже в 4 база выше удивительное макро развитие у партинга когда этот парень все успевает я не понимаю все что нужно партинга немножко с энтреей и сталкеры с блинком очень быстрые корейские руки два филда но здесь у роучи уже тоже точно шансов нет равагеры не помогут 1-0 в пользу партинга я на далеко не на одну секунду поверил что бывает игру уже никак не отдаст как так быстро вообще не жили бы я все-таки дал время скопиться противнику 70-80 лимита примерно было у блая когда он первый раз разбил камни и начал убивать пилоны но по-моему он сделал это очень долго после этой игры можно попробовать перемотать посмотреть еще раз этот замес хотя если быстренько сделать может сейчас я успею показать вам на своем ютубчике перемотать посмотрим посмотрим да давайте посмотрим пока идет перерыв вот квины двигают крип трансфюзи друг друга большая туча равагеров бои то с рвэджерами ну вот убил первый пилон убил второй ждет подходит к сталкерам 47 на 94 лимита в зерга в два раза больше огромное количество рэвэджеров с обилкой филды от тоса вины конечно заставляет равагеров подтупливать еще пару рэвэджеров на фотонке 50 лимита на 90 где тут зерга 90 тос блинкуется стоит под гвардином сражается в довольно узком проходе не без помощи конечно с энтрей которых он сделал заранее то есть отжимая юнитов филдами и отблинкиваясь назад все время уменьшая 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 лимит 50 на 90 лимит сейчас 24 лимита у зерга в заказе еще там какая-то часть бежит на дотекании протас блинкуется стазис поймал только две собаки кстати вот сейчас я только сейчас заметил собаки снизу две штуки приходят 60 лимита на 47 господи обалдеть сейчас еще раз чуть 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 назад хочу за микро тосом еще раз посмотреть очень тупили юниты за счет зданий филды две квины филды две квины шаг назад филды минус рачи по-моему равагеры вообще обилку почти не кастуют при таком количестве рэвэджеров зерк по идее должен равагерами спамить вообще нон-стоп но по-моему он обилкой рэвэджеров вообще ни в кого не попал ни разу давайте еще раз посмотрим я не успеваю просто все увидеть сейчас он обилкой вскрывает две фотонки он равагера сверху стреляет по пилону но это тоже боевой юнит его тоже надо убивать фотонки вскрылись вот равагеры подходят к сталкерам опять филды видите как они тупят из-за того что филды ставятся очень круто ну бывает 1000 минералов 200 газа к сожалению значит он медленно заказывался это очень много денег для такого алына и вообще при такой атаке нужно деньги в ноль тратить как протас не ну офигенный контроль от протаса просто офигенный он просто сдержал все все возможные нападки так и уже следующая игра началась но мы ничего не пропустили всего лишь третья минута игры и у зерка хата на золоте блин стоит ли конечно такую базу ставить так далеко от себя так далеко переводить рабочих через две нычки в центре карты магия партинг блаи ух вторая а третья хата на месте второй у блаи грамотно висят овера он видит застройку видит что у тоса нету супер мега ранний третий да и раны еще для нее а камни уже подгрызаются протас этого за этим не следит да сколько киллсов у иммортал тоже не видел он очень долго жил что мы говорили что обычно очень популярное и очень мощное на фрозен-темплее когда он использует его на галактическом процессе, я люблю это потому что адепты будут так много мобильны, чем многие зерк-уники, которые хороши против адептов и так что он входит в этот галл-бейс, делает дамаж и дамажит на натуральное это может быть, Блай, который может быть в большом проблеме очень early on нумитизированный карпас на улице, я думаю, если мы увидим его на улице, я думаю, что мы увидим, может быть а, эволюшн с бейлинг-нестом опять бейлинги против адептов молодец протас прочухал, что камни разбивались и третий нексус как раз с хорошим таймингом для протаса у него уже адепты с гридлом, роботик строится на фоне и третья база довольно быстрая причем у него еще и пилон упротся на трех часах он палит нижние камни все партинг помнит, обо всем значит, с картой он хорошо знаком воскресить торов и батлов в смысле воскресить, они когда-то были полезны их можно только удалить к чертям собачьим, потому что их никто не использует чем больше бесполезных юнитов, тем больше бесполезной херни строят всякие новички ну, там, торов с одной базой, еще что-нибудь такое надо все это к чертям поудалять, либо заменить на что-то таблизы не умеют заменять, они умеют удалять бейлинги ой, какой козырный сейчас бейлинг зайдет какой зайдет бейлинг так он овер уже не заморфил для дропа вернул адептов почему-то протас и сэндри оставил дома он же всеми вышел на центр крип уже на середине карты 5.30 о, какой хитрый дроп почти по верхнему краю вот, увидит ли кора не, вряд ли овер скорректировал направление, чтобы не спалить другого овера хитро, хитро давай, 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 дропай сейчас будет одновременный дроп на две базы сразу ух ты только одновременно с этим было бы здорово партинга немножко отвлечь хоть где-нибудь ой, жееееееееееееееееть бэм ха-ха, он его загрузил неплохо рабов на газу можно убить, но там всего два раба сдохнет раз, два 14 рабов в сумме убили 8 бэйнов 14 рабов 8 бэйнов как вам размен у протца было сейчас на 5 рабов больше зерга на 7 рабов и все, зерга вырывается вперед по экономике и это при том, что у буаи есть золото но у буаи опять косали минералов и ноль газа что с экономикой у буаи случилось? он же офигенно математически просчитывает игру и любит очень заморачиваться насчет всяких вот этих цифр и так далее филды! но тут без маленького форсфилда просто не обойдется блестяще все сделал тос почему собаки бьются головой форсфилды тоже понять не могу мазфилды протас очень уверенно заходит на крип но вот бейлингов же можно дропнуть прямо на сентриком на голову сейчас будет очень интересный момент сможет ли протас это сделать? и какой сплит от протоса господи иисусе но один бейлинг все-таки упал на сентреи но они остались полной энергии но при этом живые 1700 минералов у зерга филды на бейлингов не но тут уровень просто в два раза выше 2000 минералов на 2000 минералов можно было 200 лимита собак построить даже не микрить просто а клик нажать у протоса филды бы быстрее закончились чем у зерга армия на эти деньги вы представляете себе сколько собак на 2000 минералов можно заказать мне страшно представить бой прогрыз стенку но она очень крепкая и в несколько рядов поэтому ее очень тяжело будет убить просто движется все дальше с двумя имморталами адептами сентрями блестящее принял решение не выходить технологии не тянуть время сразу пойти в атаку но так как перехода в роуче здесь никакого не было и никакой люрине гидры тоже чистые собаки адептами это сентрями при прямых руках как видите тоже убивается весьма хорошо жесть уж эти процесс филдами но согласитесь филды были хороши гиди 20 партинг выходит из группы облай будет играть против победителя пары твт который мы сейчас вместе с посмотрим это уже абсолютно точно тут уже даже в два крик не спасет дичь не ну 2к минералов к восьмой минуте когда лотос уже у тебя на крипе но это совсем жесть 2к минералов тут вообще даже речь не идет о какой-то стратегии понимание игры или о чем-то еще просто блай перестал тратить деньги абсолютно перестал г г пуртинг выходит из группы он будет играть в стадии плей-оффа завтра и послезавтра будут еще групповые стадии этого турнира и блай хочет убить себя об стену а у меня аж ставка зашла 75 баксов спасибо партинг халява изи мани нормально приятно смотреть стрим и зарабатывать деньги да партинг доволен своей победой любит он улыбаться ну что мы ждем следующую игру а потом будет решаться судьба боя едет ли он домой и все-таки он задержится на пару дней в шанхае еще как вам игра партинга оставляйте конечно же впечатления в комментариях будем смотреть будем читать